Итак, всем привет, с вами Яха, и вы смотрите мое новое видеопрохождение. На этот раз я решил проходить такую игру, как Pokemon Crystal Dust. Эта версия является хаком версии Эмеральда с сюжетом Pokemon Crystal. Я прошел эту версию совсем недавно, начал проходить в четверг вечером, вот уже как бы прошел лику, почти там на четвертом вечере, или на четверке. В общем, что я хочу сказать, значит... Птитры прикольные, я, кстати, не смотрел. Я вам хочу сказать то, что... То, что моя кошка ест ядовитый блющ. Подождите. Ай, ну вот. Продолжаю. Извините, у меня тут просто кошку вчера приобрели. И тут она... Немного балуется. Что? Что-то там выключилось. Идем в новую игру. Так, время. Время у нас, ну, почти 10 часов. Ну так, поставим немножко. Ну вот. Так, раз 9.50 сейчас. Ой, обиделась кошка. Привет, извини за опоздание, этот мир. Ну, в общем, он банально рассказывает, как всегда, все. Ничего особенного. Мое имя. Кстати, здесь поменялись спрайты, здесь очень много поменялось. Спрайтов. Тренеров, тренеров, покемонов, ловил спрайт. Ну, в общем, очень прикольно. На самом деле, мне очень нравится эта игра. Точнее, хак. Начало. Item storage. Вар, верный. Ах, тоже ничего нет. Ну, и ладно. Идем. Привет. О, не. Ох, яхо. Типа, профессор М. Ждал тебя. Получи вот этот пейджер, мол. Ну, типа, вот так вот. Не. Да, Санды сегодня. Санды. Ну, допустим, поставь 949 будет на 2 минуты. Все, будем использовать телефон. Берем телефон, берем все и идем. Мы в Санжем Тауне, или где мы? Твои-ти, Яхо, стоить. А, говорит, уж там опасно. Мы должны вовсе в своих стартовиках. Пахи с Рейл. Яхо, это ты. Я долго ждал тебя. Типа, ты можешь выбрать покемоном. Мы соглашаемся, и мы теперь можем умирать одного. Нет, сначала он дает свой имейл. И вот сейчас мы можем выбрать покемоном. Ты... Это синтакрил. Ты выберешь огню покемона с синтакрила. Нет. Это Татадайл. Ты выберешь водному покемону, Татадайла. Нет. Это чакарита. Ты выберешь травяную чакариту. Нет. У меня очень серьезный выбор. Когда я играл в Глэйзе, стартовый мажор, то я себе взял огневого синтакрила. Так как обычно всегда я беру травяной тип, то логично было бы сделать так, чтобы я взял чакариту. Но чакарита это не самый лучший выбор для начинающих. Так как первые два гимма будут славы верить огненным типам, я думал, что я возьму его. Но мне надоело вся эта банальщина, и я беру самого сильного по статам из Сей Тролицы. Это, естественно, Татадайла. Да. Когда я начал проходить пятницу, я первый раз проходил эту игру, и я тоже взялся в Татадайл, и назвал его вот так вот Дайл. Сейчас у меня три активных покемона, 3, например, 50-х левелов, как-то так. О, нам вдали полшин. Отлично. Там три сейчас активных покемона, это Ферлигейтер, который развился из Татадайла еще перед третьим гиммом. Это Крабет, робот. И это, конечно, такой покемон, как... Как Сэн Слэш. И что я играю на ускорении? Шестой лебл, нормально. Пиджик. Одни пиджики, честное слово, надоело уже. Сандред. О, полшин. Пиджик. Опять. Ммм, седьмой левел, выучил ярость. Отлично. Царапанье. Он держал урон берег, приколенько. Так, у меня сейчас, может, могу вырубить, поэтому я быра ввалил в следующий город. Надоело. Черри Гроу Сити. Некоторые в прохождении всего называют Черри Грув, но я, придерживаясь, при анимешном произношении, называю Черри Гроу. Так, этот дедок, он, я проходил один раз уже Кристалл, прошел в Кристалле Лигу, и вот Кристалл Даст почти прошел Лигу. Он еще показывает, говорит, что он тут живет и дает нам карту. Отлично. Бегся, мы не можем, поэтому я на ускорении пока. Эй, а где все покимошки, тут должны водиться ручки? Волк, зубайный щелк. Вот, все. Он у меня замедляет, все, кирдык, все, каторпи. Ха, слабак. Я должен максимально качать своего дайла, то есть тот у дайла. Ну, я его назвал, назвал дайл, потому что мне очень нравится это им, на самом деле. Вот, в каждом из поколений, из каждого, есть из трех стартовиков, такой выдающийся. Вот, первые три поколения считаются такими, знаете, культовыми, можно сказать. Ну, это я так считаю лично. И в каждом из них есть выдающиеся стартовики разных типов. Первый гений, это, конечно, Чермандер. Чермандер считается сильнейшим из первой троицы стартовиков. Но я всегда беру бульбасора, ну, бульбазавра. И во второй троице, то есть, Татадайл, Чикарита и Синтаквилл сильнейшим считается Татадайл. И в третьей троице, Трико, матки, торчик, сильнейшим считается Трико. То есть, вот эта троица, Чермандер, Татадайл и Трико, они, как бы, считаются сильнейшими. И я даже видел какой-то хак. Был. По-моему, не помню, как называется. Там, сколько раз, эти три покемона были стартовиками. Это был, когда я играл, это был действительно очень сложный выбор. Но я в конце взял Трико. Ты чё, Берин, давай, взяли. Привет, привет! Это должно быть яхо, профессор Элм говорит. Мне что, ты придёшь. Так мы получаем мистер Эк. Это профессор Оукон говорит то, что он слышал нас про профессора Элма. Элма и говорит то, что сейчас он пойдёт в Голден Род Сити и задал нам покидекс. Профессор Оукон так звонит, заикается. Привет, яхо! Это отлично! В общем, короче, он говорит, что произошло что-то ужасное. На самом деле, у Элма украли стартера, по типу превосходящего нас, то есть у него украли Чико-Чикариту. Мне нравится так говорить. Я люблю, любил раньше говорить по голосам. Пытался как-то пародировать голоса покемонов. Мне вот очень нравилось, особенно Чико-Чикариту. Но что я у Чикариту, мне реально очень сложно получилось, на самом деле. Ну, у меня такой женский голос. Хотя... Ну, в общем, уже что-то затянулось, хотят, первую часть. Я вот, когда первый раз играл, я буквально за 5-7 минут у меня уже первый баш был. Но это, наверное, дружить прохождение. Поэтому так медленно. Так, Оран Бери получили. Еще один Оран Бери. У нас теперь два Оран Бери, и мы можем ими похилиться. Два Оран Бери сумме дают 20 вылеченных хп. Каждый из них вылечивает по 10. Вообще, у меня как бы дайлом я... Вот я до получения второго значка вообще никого не ломил. Я одним дайлом, когда проходил первый раз, победил первых двух геймлитеров. Я в этом прохождении также планировал. Возможно, я поймаю еще, конечно, кого-нибудь. Скорее всего, Зубата. Я когда оригинальный Кристалл проходил, у меня Зубат мощным был покемоном. Я его даже развил, это Крабата. Да, Крабета. И сейчас у меня, когда первый раз играл, у меня буквально позавчера он тоже стал Крабатом. Типа, я... Ну, типа, вот, он говорит, что он тренер, типа, мол, то, что он хочет нас... То, что он может победить. И он начинает с нами биться. Он слабак. Видите, у него... Его чикарит аж на 5 левелов ниже нашего. Он говорит, что мое имя... Почек, вопросик, вопросик. Все, теперь покемоны в зарослях держитесь. Я устрою вам тут. Будете знать, как нападать на моего Дайлика. О, там деревство стоит. Я вот сейчас очень трепетно на русскую вероятность всяких ягод, потому что ягоды очень могут сыграть очень высокую роль в игре. Муж у них можно похилиться, можно увеличить какой-то плохой статус. Когда я проходил лягу Джота, вот, в Глэйзиде, у меня была такая фигня. Я когда начал проходить на камеру, я раз встретил только мукротит. Я еще лодус и прочее, прочее. А потом я, когда на следующий день, я когда уже стал обрабатывать видео, у меня просто напрочь исчезло сохранение на тот момент, где как раз я оставился перед лягой. Жутко. Я начинаю проходить лягу Джота. И так с первого раза прошел без всего особенного. Особенно не хилился. Даже хотя бы там такой вот конфуз произошел, что я перед лигой Джот, когда Глэйзи первый раз начал проходить, я забыл задавариться всякими средствами. Фулл-рестерами, фулл-рестерами и тому подобному. И пошел в лигу. Как раз на этом моменте, когда я уже вошел в дверь, обратно вернуться не мог, у меня и был сейф один из многих. Получилось то, что у меня слетел сейф именно вот на этот момент. Это ужасно было. У меня там было шестерка покемов, 70-80 левелов. Сложно было пройти. Но в конце концов у меня получилось. И там, вот как ни в чем не бывало, я полши ягод хилился. Типа, что ты сорвался с тренером, которого незначило имени, как его имя. Выбираем сейчас имя райвала. Ну, будем его звать Зост. Как вы могли заметить, я всех своих райвалах называю Зост. Но что Зост, это мой андерклассик, но и по совместительству он вайпер. Типа, что это? Все покемоны, а тут есть покедексы. Хотела его тебе дать. Отлично, теперь ты можешь сражаться в гимнах. Так, нам сейчас... О, покеболы, отлично. Все, у нас есть покебольчики, которыми мы не будем пользоваться, да. О, блин, не люб... Опять этот глупый момент, где нам будут учить ловить покемона. Заметьте, тут ротота. У нас учить ловить покемонов на рототе. Отлично, все. Молодчин, молодчин. Все, хорошо. Спасибо, показал. Не нужную вещь. Я во что раз играл покемонов, я знаю, как их ловить. Я помню, когда первый раз начал играть в Pokemon Fire Red, это вообще был трэш полный. Я качал только с Тарми, взял все стартера мульбу, и начитерился, и активно начал ходить с читами. Я себе вообще очень мощный покемонов начитерил. Магмара-то-модиша. Стаю первым гимном, я себе начитерил, да. И потом она у меня, например, к четвертому, я ее слушал в Атерстоун, сделал старый миф, и потом стал качать только ее. Ну, неудивительно, что лигу я не прошел. Я на первом члене литой четверки так и застрял. У меня все буки были с 40-х и 30-х левелов и стороны 55-го, по-моему. Что, идем? Топаем, шагаем, медленно, размеренно, никуда мы не торопимся. У меня много-много времени. Да, Эл использует царапанье. Ой, незабываемый момент в первых битвах с тренером. Так, у меня уже до 12-го левела. Я думаю, в этом выпуске он у меня уже разовьется в Краконо и станет Мегадайлом. У меня имя не будет, он так и будет в Дайлом оставаться, но он будет сильнее, он будет в Краконо. А Краконо вообще офигенный покемон. А, кстати, характерность этой игры, характерная черта, здесь так называемый Джотовский Покедекс. Его изменили под регион Джотто. Первый покемоны в нем это вот Чикорита, Тералайл, Синтаквил. Конечно, в другом порядке. Сначала идет Равяной, потом Огневой, потом Водяной. Там Чикорита, Синтаквил и Татадайл. Так, скажем, Дексис, с исключением Декса пятого поколения. Там первый идет Фриктинь, Огненный тип, но это легенда. Или псевдолегенда, я, честно говоря, честно, уже не помню. Чего, чтобы поймать покемонов, вам помогут покеболы, типа этого там было что-то написано, я не... Я не особо понял. С моим английским это, Саш, легко не понять. Ах, ты ж, Талкаса, я за себя царапать буду. Эпично битва, он толкает, я царапаюсь. Катарпии. Все, отдавил, отлично. Патарга, наконец-то, все это. Бугага, чички. А теперь буду заниматься одним из моих излюбленных дел. Все, я поменял местами атаку. Атаке. Так, а у него билка. Торрент. Нифига, он такой маленький. Это вот его крик. Мам, мама нам звонит и говорит то, что... То, что... Я не знаю, она на то ли кроссовки должна писать, то ли еще я точно что-то не понял. Поуши нашли, отлично. Я вот поугал, я перед вторым гимном, он как раз он разбился. Дайл в Краконо, в башне... Спрут в башне, по-моему. В башне Белоспраута, в общем. Да. Отлично. Покебольчик нашли. Так, и тут человек, который нужен потом будет разбудить рор. А так, рев, рор. Вы, наверное, слышали. Ну, скорее всего. Так, что мы в Алис-Сити. По-хорошему, вы на этом анетеи уже должен закончить выпуск, но мне не имеется. И поэтому я сейчас пойду в гимн. Вот таким вот 13 уровнем, одним дайлом я пойду в гимн. Все. Мне плебатья. я закатаю Фолкнера под под пол. Тебе конец, Пиджик. Через 4 уровня он разобьется. Отлично, победили ассистентов, и теперь будем похилим его и пойдем к Фолкнеру. У него два покемона. Это будет эпик баррел, два на одного. Вот, самый эпик будет, когда я буду сражаться с Бакси. но это только в следующем выпуске. Там вообще будет три на одного. А это вообще там медкрыс, какое честное слово. Вступаем в единоборство. Начали. Я Фолкнер, гиммлидер Вайлета. Моя специализация в летающие типы. Но они слабые. Их крылья не выдержат заряд электричества. Сейчас я покажу тебе на силу настоящих покемонов летающего типа. Вот тут уровни у всех тренеров, у всех лидеров, у всех тренеров, как в покемом Кристал. А это достаточно, это очень сильно сложный, облегчает хак. Мне кажется. Мне кажется, он стал из-за этого более язычным. Пиджиоте, я сейчас закатаю все. Закатал. 15 левел. Чтоб ты знал, все я тебя вырубил. Получаем значок зефира. И получаем тему 31. Грязевая бумага содержит. Вот. Так, нам звонят сначала Эл, потом мамаша наша. они как-то заговорили, честное слово. О, тут профессор, как раз, нам профессор Эл говорил, то, что его ассистент будет стоять в пакет-центре. Что, нам дал яичко, из него потом выберутся тогипи, которым я не буду пользоваться. А вот теперь идем в пакет-центре. А вот теперь идем в башню Белл Спраутов. Все, начинаем битву. Вот это мой любимый момент, потому что в этой башне у меня всегда разобивается сортовик, кого бы я не выбрал. И кто бы это вообще не был. Так, ну, в общем, обычно у меня, если я выбираю синтакрила, то он развивается еще перед гимом. Если выбираю тут Адайла, он развивается прямо в башне. Счикариты развиваются вообще раньше остальных. Покебончик. Парализ хил. Отлично. Очень полезная вещь, потому что здесь нас могут парализовать. Знаешь, уже 20 минут идет. Сейчас пройду башню и закруглюсь, наверное. Я должен, вынужден, периодически ставить на паузу, потому что эта кошка ходит. Я все за ней слежу, чтобы она ничего не съела, ничего не уронила и сама не повредилась. Первое, когда я поставила паузу, она ходила с плющом, рядом с плющом. Да, у меня дома растет плющ. Ну, все, плющ вот киядовит как-то, да, кажется, мы боимся, что она травится. Хоть по поводу отравления. Биллспраут, которые здесь очень больших количествах используют, очень хорошо владеют статусными атаками типа парализ хил или поясом павдор. 16-й левел. Не надо... Тихо. Мм... Мурлыч, ты мурлыч. Ну, кошка, конечно. Котяра прям. Вчера приобрели. Ну, как приобрели, взяли. Она еще у нас осваивается в квартире. И вот пытается зайти во все закололки. На подоконнике, на тумбочке, везде пролезет. Он доедает это даже, знаете ли. О, худ-худ. Я все хочу, худ-худ. Но его будет очень сложно поймать. О, наш оппонент. И он сейчас опять будет с нами сражаться. А, нет, он там нибудь сражен. Насколько эскейпрок. Все, то, что мы увидели всех в башне, но мы не сможем победить его. Блин, у нас на что татадайл не эволюционирует. И он очень мало противников. Как-то, наверное, я его слабо накачал. Получаем ошибку флэш. И получаем веревку. Ладно, сейчас вернусь обратно. Я кончу выпуск тогда. изображение билл спраута. Может, я с кем-то не досразился, я не знаю. выпуск уже 20 минут идет. Больше 20 минут, наверное, минут 25 уже. У меня достаточно длинный получается выпуск у меня. Слушайте, мурчит. Надо бы ее подкачать. Ой, не ее, его. Дайла. Да, это он. Не она, это мальчик. Вот здесь покемоны чтобы левел, надеюсь, быстро подкачаюсь. Буквально там 5-6 секунд, ну, максимум минутами. И у меня будет дайл каракано. О, гроуит. Это был фишный разгром. Давай, последняя битва. Белл Спраут. Что? Неужели, да, эволюционирует? великолепно. Твой дайл эволюционировал в каракано. О, да, у меня есть каракано. И он мой. Видите, он офигенер, он офигенен. Он стал гораздо сильнее. видите, он мощный. Он очень мощный, мега мощный. Грозный взгляд, грозный взгляд. И царапание. Видели, видели, все. Он теперь непобедим. премьер на первое время. На первое время и уходит. Итак, ребят, в этом выпуске я начал проходить покемон кристалл даст. У меня уже есть один значок, который очень прикольно получил. Сухую победил. Одолел геймлидера. Да, мой тадайл стал кракано и я, кажись, поймал Билл Спраута. Ну, допустим, я дам Билл Спрауту никнейм. Не собирался я его ловить на самом-то деле. Только зря покебол потратил. Ну, ладно, назову его как-нибудь так. Не знаю даже. Назову его Вайн. Хотя я не уверен. Я его, наверное, лоднусь, может быть, это место, где я покебол должен был кидать. Так, всегда передем кидать покебол детективно сохраняюсь. Посмотрим хоть что с Вайн умеет. Только Вайн ведь. Ай, ну, ладно, чик с тобой. Будут качать тогда его. Итак, в общем, ребят, я уже сказал, что я делал в этом выпуске. У нас есть один значок и два покемона. Второй я поймал совершенно случайно. Он не вписывается в мою команду. Ну, да ладно. Итак, в общем, вот так вот. Надеюсь, вам понравилось этот выпуск. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, конечно же, вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи, всем пока, до новых встреч. Мы увидимся в следующем выпуске.